Есть много популярных пород собак, которые имеют добродушный характер, отлично ладят с детьми, но их не следует держать в квартирных условиях. Больше всего в этом списке собак больших размеров, охотничьи собаки, собаки-охранники, а также собаки-пастухи. Эти виды не подходят для содержания в квартире, где нет свободного выхода в пространство. Собаке негде выпустить свою энергию, она становится унылой и грустной. Есть мнение, если человек живет в квартире, то ему не стоит даже думать о собаке больших размеров. Потому что собакам этой группы нужно большое пространство, постоянные тренировки, длительные прогулки и получается, что в квартире им скучно и тесно. А что же делать, если очень хочется большую сильную собаку? К примеру, размер квартиры позволяет. Возле дома есть большой парк, где можно гулять с собакой. А может быть наоборот, у вас неблагополучный район и вечером без большой собаки вообще опасно по нему гулять. В общем, как показывает практика, держать в квартире большую собаку можно, не нарушая ни свой покой, ни покой соседей, ни самой собаки. Но нужно тщательно подойти к выбору породы, зная ее характер, активность и особенности. Поскольку в квартире более трудно создать настолько комфортные условия, как в загородных домах. Но если вы готовы приложить максимум усилий и любви, вам следует рассмотреть подходящие варианты, о которых и пойдет речь в этом видео. Кани-Курсо Италиано – сторожевая порода собак. Верный охранник, надежный друг и телохранитель. Самыми дальними предками Кани-Курсо, без сомнения, были молосы – четвероногие воины римских легионеров. В более поздние времена представителей породы чаще использовали в качестве пастушьих и сторожевых собак, охраняющих стада от хищных зверей, а дом и имущество хозяина – от злоумышленников. Современные Кани-Курсо по характеру во многом отличаются от своих воинственных предков. Но что в них сохранилось в неприкосновенности, так это мужество, благородство и отвага. Для того, чтобы собака не выясняла отношения с более слабыми членами семьи, потребуется своевременно обучить всем необходимым навыкам. Поэтому порода нуждается в ранней социализации и обязательному прохождению 6-месячного возраста общего курса дрессировки. Принято считать, что всем маломальски крупным собакам не место в квартире, их место на заднем дворе загородного дома. Что касается Кани-Курсо, то они хорошо уживаются в городской квартире. Несмотря на размер, они малоподвижны и не нуждаются в большом пространстве. В условиях города прогулка должна длиться не менее 1 часа минимум 2 раза в день. В связи со склонностью представителей крупных пород собак к болезням опорно-двигательного аппарата, не рекомендуется нагружать Кани-Курсо моложе 2 лет длительными пробежками с частым преодолением высоких барьеров. Акитаину порода символ преданности и верности, мечта каждого ребенка. И чаще всего мама-папа-купите-собаку связана именно с хатика. Но стоит знать, что эта порода тоже не очень подходит для городской квартиры. Эта порода считается упертой, своенравной и свободолюбивой. Правда, акита с возрастом становятся менее активны, меньше резвятся, приобретая восточное спокойствие и мудрость. Они не навязываются своим хозяевам. Для семьи важным вопросом становится отношение этой породы к детям. Акитаину и дети уживаются плохо. Собака не любит, когда на нее ложатся, тискают и тянут за хвост. Также для развития и формирования собаки этой породы требуется правильное питание. И как ни странно, Акитаину любят японскую кухню. Морепродукты, рыбу, овощи и рис. Аките не подходит сухой корм. Многие держат эту породу в квартире, но не стоит следовать этой моде. Собаке этой породы требуется какой-никакой простор, и лучше для нее подойдет загородный дом. Порода имеет хороший подшерсток, что позволяет стойко переносить сильные морозы. Эти собаки более счастливы и веселы зимой. Простор, правильное питание и утепленная будка для сильных морозов – вот идеальные условия для этой породы. В собаку породы Чао-Чао невозможно не влюбиться. Этот милый плюшевый мишка покорит любое сердце. Даже будучи щенком, он не резвится, а гордо сидит и наблюдает за окружающими, приняв самый серьезный вид. Чао-Чао прежде всего похож на медведя и льва, а уж потом на собаку. У него очень густая и пушистая шерсть, привлекающая внимание. Характер спокойный и добрый. Порода Чао-Чао предполагает содержание в домашних условиях, так как это декоративная собака. Именно поэтому эти животные идеально подойдут для городских жителей. Никаких сложностей с содержанием собаки в квартире не представляется. Она уравновешенная, спокойная, не портит мебель, обладает крепкой психикой и не воет в одиночестве. Но что особенно приятно, Чао-Чао очень чистоплотная. Шерсть из собаки сыплется только в период линьки, а так никаких комков по квартире наблюдаться не будет. Даже в период линьки шерсть не летает по дому. Отмерший подшерсток так и остается на собаке и удаляется при расчесывании. Дрессировать Чао-Чао нужно с самого раннего детства. Хоть они и имеют очень добрый и милый вид, но вместе с тем обладают гордым независимым характером и самостоятельностью. Колли очаровательные, любящие и преданные собаки, из которых получаются прекрасные компаньоны и питомцы для семьи. Они отзывчивые и умные существа. Колли относятся к наиболее обучаемым породам собак. Если вам нравится, когда рядом находится толковый ученик, то эта порода вам хорошо подойдет. Колли длинношерстый подходит на роль компаньона, друга ребенку и семейной собаки. Они от природы деликатны, терпеливы и общительны. В условиях квартиры содержание не доставит проблем, если обеспечить любимцу нагрузки и не лениться ухаживать за великолепной шерстью. Легко принимают в семью любых других домашних животных, если те не показывают агрессии. Мелочь пасут, справедливо считая птичек, мышек и кошек собственностью владельца. Длинношерстные Колли недоверчивы к чужим людям, но без открытой агрессии. Хотя постоять за себя могут весьма эффективно. Колли длинношерстные все схватывают на лету. Быстро и надолго запоминают. Они очень умны от природы. Но владелец должен действовать соответственно уровню интеллекта собаки. Последовательно, настойчиво и своевременно. Если пес сделал что-то не так, показать недовольство нужно сразу. Выполнил команду похвалить мгновенно. Дурные привычки закрепляются так же быстро, как и положительные навыки. Устанавливать правила нужно с первого дня, не умиляясь проказом щенка. Разумеется, лучшие качества проявляются только при должном воспитании. На роль первой собаки подходят только при наличии свободного времени, крепких нервов и поддержке грамотного заводчика. Аляскинский маламут и сибирский хаски. Эти породы тоже крайне нежелательны для содержания в квартире. Эти породы внешне очень похожи, но имеют немного разное предназначение. Это северные ездовые собаки. Маламут выводился для перевозки тяжелых грузов с небольшой скоростью на большие расстояния. А хаски подходят для перевозки легких грузов с большой скоростью на меньшие расстояния. Из этого можно сделать вывод, что маламут обладает отличной выносливостью, а хаски взрывной силой. Но в любом случае этим собакам надо бежать, бежать и бежать, желательно по снегу и в мороз. Даже если вы спринтер с опытом забегов на десятки километров и решите каждое утро бегать по стадиону с хаски или маламутом, то вы все равно рано или поздно устанете, а ваша собака продолжит бежать. У нее останется предостаточно сил, чтобы целый день еще бегать по квартире, и перевернуть ее вверх дном. У этих собак прекрасно развитый интеллект. Считается, что они понимают значение многих слов. Известно и их умение открывать несложные задвижки и засовы. Собака может прекрасно понимать, чего вы от нее хотите, но не стремится выполнять все в ту же секунду, по причине исключительной независимости и самостоятельности. Основные команды собака должна знать, и она быстро усвоит их при одном условии. Обучение должно вызывать у собаки живой интерес. У этих собак дружелюбный, задорный и полностью лишенный агрессивности характер. Необычная внешность, отменное здоровье, выносливость и неприхотливость. Маламут имеет более крупное мускулистое тело, немного отличающееся внешне от хаски. Маламут это очень умная собака, и она на все имеет свое собственное мнение, чаще всего отличное от вашего. Маламуту быстро надоедают простые игры, типа принеси мячик или палочку. Маламуту становится скучно, и он переключает свое внимание на что-либо другое. В том случае, если вы не хотите делать много ошибок в воспитании, то наиболее эффективным способом для дрессировки маламута будет совмещение умственных и физических нагрузок с игрой. Для того, чтобы воспитать из маламута послушную собаку, необходимо приложить немало усилий. Маламут – доминантная собака с очень сильным характером, и для воспитания маламута лучше всего найти с ним общий язык взаимопонимания. Если маламут для вас первая собака, и вы не инструктор-кинолог, то лучше наимите для воспитания вашего питомца инструктора, который имеет опыт работы с этой породой. Обычно проблемы с маламутами возникают в том случае, если приобретенный плюшевый щенок не получил в детстве должного воспитания. Уже взрослым такой пес с независимым характером и собственным мнением может доставить массу хлопот своим хозяевам, взяв на себя роль вожака стаи. В городе главное преимущество этих пород в том, что они хотят постоянно бегать, превращается в самый главный недостаток. Малейшее движение собаки по направлению к проезжей части может стать ее последней в жизни пробежкой. Придется постоянно держать собаку на поводке. Маламуты не имеют в характере свойства подчинения, проявляют упрямство, так как характер у них очень сильный, и они стараются быть лидерами буквально в любой ситуации. Поэтому нередки случаи, когда собака оказывается без поводка, она может просто убежать в понравившемся ей направлении. Именно поэтому объявлений о пропаже маламута или хаски больше всего. В любом случае, держать в квартире хаски или маламута – это очень плохая идея, которая доставит массу неудобств хозяевам и в первую очередь самой собаке. Ведь не она пришла к вам в квартиру, а вы ее туда принесли. Ротвейлер. Многие считают, что держать ротвейлера в условиях квартиры сложно и хлопотно. Но это совсем не так. Ротвейлер – собака-телохранитель, поэтому по возможности должна находиться всегда рядом с хозяином. Ротвейлер в квартире – это не проблема. Но не делайте из сторожевого пса домашнюю баллонку. Собака должна четко знать свои обязанности – охрана всех членов семьи. Существует еще одна проблема, из-за которой многие боятся держать ротвейлера дома. Собака выбирает одного хозяина, а все остальные домочадцы – просто члены стаи. Первое время постарайтесь сделать следующее. Каждый член семьи по очереди кормит собаку, выгуливает, играет с ней и воспитывает. Тогда пес поймет, что зависит от всех, а не от одного человека. Ротвейлеры очень любят детей. Это совсем не собака-убийца, таким сделали его люди. В инстинкте ротвейлера изначально заложена охрана человека, а не нападение на него. Если же собаку спровоцировать, изначально воспитывать ее агрессивной по отношению к людям, то последствия, естественно, будут непредсказуемыми. Ротвейлеры склонны к ожирению, поэтому подвижный образ жизни им просто необходим. Прогулка должна длиться не менее часа. Кавказская овчарка. Она отличается от немца не только размерами и густой шерстью, но и характером. Можно однозначно сказать, что такая собака не для квартиры. Кроме внушительных габаритов, кавказец отличается суровым нравом. Он недоверчив к посторонним людям и менее терпим к детям. С воспитанием мощного животного придется повозиться, а выводить его на поводке может быть просто опасно для окружающих. К примеру, немецкая овчарка ориентирована на хозяина. Она хочет выполнять его команды, она послушна и быстро все запоминает. В квартире чувствует себя вполне комфортно. Кавказец же в меру сдержан в проявлении чувств к хозяину из-за своего горделивого характера, но жестко охраняет территорию даже в отсутствии владельца. Он неугодливый компаньон, но ответственный сторож. Испокон веков кавказские овчарки помогали пастухам Северного Кавказа и Закавказье охранять отары от волков и злоумышленников. Они неприхотливы в еде, выносливы и с легкостью могут проходить большие расстояния по горам, сопровождая стадо. В квартире такая собака будет чувствовать себя плохо. Не на своем месте, даже если квартира больших размеров. Эта порода даже в идеальных условиях простора сдержана на эмоции и проявления чувств. А в условиях квартиры и вовсе может воспринимать хозяина как заточителя в этой бетонной конуре, из которой можно выбраться только два раза в день и то на коротком поводке. Необдуманное решение родителей купить своему чаду маленького пушистого и гривого щенка кавказской овчарки, через несколько месяцев выльется в проблему, куда пристроить собаку, с которой ребенок уже не может справиться и удержать на поводке. Это очень своевольные и непокорные собаки, но в условиях загородного дома с большой территорией лучшего охранника просто не найти. Кавказские овчарки обладают ярко выраженным чувством территории, поэтому до последнего будут яростно и бескомпромиссно защищать вашу собственность. Собаки этой породы трудно поддаются дрессировке, поэтому начинающему собаководу лучше обратиться за помощью к опытному тренеру. Но зато правильно воспитанный пес станет верным другом и надежным защитником. Лабрадор – это неприхотливая крупная порода, которая была выведена для помощи и служения людям. Питомцы эти послушные, жизнерадостные, верные, бесстрашные и смекалистые. Раньше лабрадоров часто использовали для охоты, но теперь их используют в основном как компаньонов и семейных собак. Умные, добродушные и игривые псы хорошо ладят с детьми, а иногда даже играют роль сиделок. Когда маленький лабрадор появится в квартире, ему потребуется максимум внимания и тщательный уход. Рядом всегда должен быть кто-то из семьи. С малышом нужно играть, угощать вкусностями. Брать на руки только по необходимости, осторожно, но крепко подхватывая под грудь. Тянуть и тем более поднимать за лапы нельзя, их легко повредить. Щенка нельзя долго держать в темноте. Это расстроит психику и вызовет ряд болезней, включая рахит. До того, как будут сделаны все прививки, щенка нельзя выводить на улицу. Уличную обувь в это время нужно прятать. Он может подхватить инфекцию, просто лизнув ее. Заводя лабрадора, вы получите верного друга, всегда готового броситься на выручку хозяевам. О надежности породы свидетельствует факт, что лабрадоров часто используют, как поводырей для слепых. До трех лет лабрадоры подвижны и игривы, поэтому уход включает активные игры и прогулки не меньше, чем по два часа в день. Они медленно взрослеют психологически, именно до трех лет, по сути, оставаясь щенками. Так что хозяевам нужно быть готовым к шалостям и проказам. Порода дружелюбна и неконфликтна, послушна, хорошо поддается дрессировке и относительно проста в уходе. Правильно воспитанный пес никогда не будет гадить дома. Непосредственно для квартиры лабрадор хорош еще тем, что не лает без повода и не тревожит соседей. Его можно оставлять с детьми. Как показывает практика, вред может быть нанесен скорее собаке, чем собака проявит какую-то агрессию. Лабрадор категорически не подходит для содержания на цепи или в вольере, а вот в квартире чувствует себя вполне комфортно. Алабаи еще одна крупная свободолюбивая порода, которая не подходит для содержания в квартире. Алабаи это мощные сторожевые собаки с ярко выраженным стремлением к доминированию. К их воспитанию надо подходить очень серьезно. В общении с алабаем важен диалог и уважительное отношение к животным. Собаки этой породы считаются очень умными и могут варьировать свое поведение. Они прекрасно понимают, что такое жизнь в стае и будут считать ею свою семью, беспрекословно подчиняясь вожаку, то есть хозяину, если ему, конечно, удастся завоевать авторитет. Этим сильным собакам нужны серьезные физические нагрузки. Поэтому в редких случаях, когда эту породу все-таки держат в квартире, с ней нужны долгие активные прогулки, желательно без поводка, что в городских условиях организовать довольно сложно для такой крупной и активной породы. Профессиональные заводчики или специализированные питомники могут даже отказать в продаже щенка, узнав, что его хотят содержать в квартире. Безусловно, намного лучше собака этой породы будет чувствовать себя на природе. На открытом воздухе она может находиться круглые сутки, живя в специально обустроенной конуре. Другое, более правильное название этой породы – среднеазиатская овчарка, которая появилась из географического происхождения породы. Характер среднеазиатской овчарки независимый и упрямый. На протяжении столетий представители этой породы самостоятельно принимали решение по охране и защите человека и его имущества. Если алабай находится на своей территории, у него сразу проявляется охранный инстинкт. Он хорошо приспосабливается к любым погодным условиям. Алабаю необходимо пространство для движения и реализации своих рабочих качеств. В противном случае у него может испортиться характер, и он превратится в агрессивное, непредсказуемое животное. Немецкая овчарка – это универсальная для содержания порода. Ее можно держать как в вольере, так и в квартире. Одно из условий содержания крупной собаки – это свободное пространство. Если для животного можно выделить место в квартире, то теоретически можно разместить немецкую овчарку и на небольшой площади. Взрослая собака этой породы не будет бегать по помещению, но может ходить за хозяином и ложиться поперек прохода, что в однокомнатной квартире не очень удобно. Для содержания немецкой овчарки в квартире нужно знать некоторые особенности и быть к ним готовым. Например, нужно знать тот факт, что немец линяет два раза в год. Поэтому в это время придется убирать и пылесосить по несколько раз в день, или мириться с ворсом на полу. Также эта порода имеет специфический запах, который называют запах псины, и избавиться от него частыми купаниями пса не получится. Также стоит принять во внимание тот факт, что немецкие овчарки вырастают в очень больших и тяжелых собак. Удержать немецкую овчарку на поводке нелегко. Ребенок не сможет выводить такую собаку на прогулку. А даже если и сможет при условии, что у собаки идеальное воспитание, то негативные взгляды и комментарии от прохожих обеспечены, так как они с недоверием отнесутся к этой ситуации. Также поднять ее для ветеринарных манипуляций на стол под силу только взрослому мужчине. Для щенка любые породы уничтожить несколько пар дорогой обуви не проблема, но крупный пес способен на значительные разрушения. Поэтому нужно быть готовым к подобным ситуациям, так как молодые немецкие овчарки очень игривые. В целом же взрослый пес будет верным другом и охранником, отлично понимающим хозяина. Представленные собаки-гости будут без проблем пропущены в жилище. Содержание в квартире этой породы не является проблемой, если вы готовы мириться с ее особенностями. Доберман – это большая послушная собака. Пожалуй, самый лучший защитник, который может жить в квартире. Доберман отличается сдержанностью, аристократизмом, дружелюбностью и привязанностью к своей семье. Короткая шерсть является хорошим преимуществом для содержания в квартире. Другими преимуществами этой породы является сила и выдержка, быстрая обучаемость. При этом Доберман ухватит тех прогулок, которые вы ему сможете обеспечить. Конечно, чем дольше и активнее будет прогулка, тем лучше. Но в любом случае нерастраченная энергия не выльется в разрушительную силу в квартире. Собака вполне нормально переносит недостаток внимания. Если хозяину некогда с ней поиграть или нужно ехать на работу, Доберман мирно займет свое место на коврике или займется своими делами и игрушками. Он вполне нормально и без ущерба для квартиры переносит одиночество. И это благодаря умеренной эгоистичной гордости, присущей чертам характера этой породы. К недостаткам лишь можно отнести большой размер и быструю возбудимость, но при правильном воспитании это не является проблемой. Синбернар – еще одна крупная порода собак, которой будет очень некомфортно в городской квартире. Эти собаки хоть и не очень активны в взрослом возрасте, но они нуждаются в большом просторе. Своё имя порода Синбернар унаследовала от названия горного перевала Большой Синбернар в Швейцарии. Эти собаки активно используются для горно-поисковых и спасательных работ. Могут проходить длительные расстояния через горные перевалы в поисках пропавших или попавших в лавину людей. В целом эта порода доброжелательна к людям, отлично ладит с детьми или с другими животными. Некоторые все же заводят эту породу для содержания в квартире, и собака приспосабливается к условиям подобного содержания. Но все же инстинкты зовут покорять ее новые просторы, и собака будет часами лежать и с тоской смотреть на дверь, а хозяина будет мучить совесть, что он является виновником ее заточения. Также у этой породы не очень хороший теплообмен, собаки плохо переносят жару. Летом в бетонных джунглях собакам этой породы не очень комфортно гулять, все же родиной породы является Швейцария, 60% территории которой занимает горная местность, а температура в горах даже летом редко поднимается больше 20 градусов. Также эта порода не очень проста в уходе, шерсть требует регулярного вычесывания в период линьки, иначе она будет повсюду. Быстрое увеличение роста и веса симбернаров может привести к серьезному ухудшению состояния их костей, если они не получают подходящее питание и тренировки. Суставы тоже слабое и проблемное место этих собак, нужно вовремя заложить базу, то есть в период роста. Правильное кормление и движение – это залог здорового пса в будущем. Еще с этой породой, если вы все же решите сдержать ее в городе, нужно обязательно пройти специальный курс дрессировки. Все же эта крупная порода выводилась, чтобы таскать грузы в горах. Эта махина должна быть управляема командами. Руками вы с ней не справитесь. Если он захочет наплевать на хозяина, он это сделает легко. Он же выведен для того, чтобы тащить за собой сани, в том числе с человеком, выкопанным из лавины. И если он не будет слушаться и ценить хозяина как главного, то вы так и будете болтаться как балласт на другом конце поводка. А эти навыки достигаются только дрессировкой. На участке за городом этим собакам, конечно, лучше и вольгодней. Немецкий док – это очень большая порода. Он отличается ласковым характером и покладистостью. Предан своему хозяину и старается угодить ему во всем. Однако иногда он бывает упрям и настойчив. Многое зависит от воспитания. К слову, дрессировать представителей этой породы не так просто, учитывая размеры и силу собаки. Специалисты рекомендуют заводить ее в том случае, если у вас был опыт разведения собак или вы готовы обратиться к профессиональным дрессировщикам. Представители этой породы спокойны в зрелом возрасте, но в детстве они настоящий ураган. Щенки не прочь пошалить и погрызть провода и мебель. В воспитании этой собаки ни в коем случае нельзя прибегать к повышенным тонам и физической силе. У догов хорошо развита память, и даже взрослый пес вряд ли простит детскую обиду. Немецкие доги отлично ладят с детьми в силу своего терпеливого и игривого характера. Однако стоит быть внимательным при общении собаки и детей младшего возраста. Щенок-дога в 6 месяцев может весить как 8-летний ребенок, поэтому их игры необходимо контролировать. Собака может случайно травмировать малыша. Порода подходит как для содержания в частном доме, так и в квартире, при условии, что в квартире достаточно места. Даже в частном доме собаке нужно выделить место именно в доме, а не на улице. Ввиду короткой шерсти и отсутствия подшерстка, догу нужно быть в тепле. Несмотря на очень крупные размеры, догу не требуется особо больших физических нагрузок. Достаточно обычных прогулок с возможностью побегать без поводка. Идеальным будет пару прогулок в день по часу. Немецкий дог станет прекрасным другом семьи. Он крайне редко поднимает лай, постоянно оценивая ситуацию вокруг. Любимое и главное спокойное место для собаки у ног хозяина. Подобным образом пес показывает преданность и бесконечную любовь. Собаки отчетливо запоминают первого хозяина. Он навсегда останется неоспоримым авторитетом. Собака никогда не позволит себе оскалиться. Считает проявление агрессии ниже собственного достоинства. Пород, которым будет некомфортно в городской квартире, гораздо больше. И при выборе питомца обязательно проконсультируйтесь со специалистом. В этом видео мы выбрали лишь самые распространенные породы, о которых мечтают все дети. Кавказские и среднеазиатские овчарки это олицетворение силы. Хаски и маламуты подкупают внешностью. Асенбернары и Акито Инну своей киношной рекламой породы. Но все эти породы не подходят для города и квартир. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Ваша поддержка в виде лайков очень важна для нас, так что самое время нажать эту кнопку. Также пишите в комментариях, какая порода у вас, какие породы нравятся больше всего и о каких породах вы хотите увидеть новые выпуски. Субтитры сделал DimaTorzok